Доброе утро, мои хорошие! У нас 8 утра. Муж только что пошел в почту взять. Там пришла посылка, а я тут рядом остановилась скилла поснимать. Как бы тут украсили. Какое-то дерево. Раньше тут никогда не было дерева, а открытки всякие разные. И что? Там написали, наверное, что там? Ничего не написали. Только с Рождеством, хороших праздников и все такое. Вот такие ветки с шишками и... Это кто? Это кто такие? Чудики, три чудика. Наверное, Санта-Клаус и Баба Наталья. Почему три? Там падающая звезда вечером горит. Все в ветках. Я помню, когда Никита Малый был, здесь где-то в этом месте елку ставили большую. И детям приносили каждый по одной игрушке с нашего района и украшали елку. Здесь у нас садик с закьезой. Вот там находится садик. Ну что, получил? Наш автобус автобусный. Смотрите, какой длинный. Длинный-предлинный. А бывает вдвое короче автобусы. Совсем узкие. Еле-еле развернулся на этом повороте. Такой длинный. А тут у нас в нашем районе находится немецкий ресторан. И смотрите, там наверху на втором этаже такие два чудика сидят. Кто это такие, даже не знаю. Можно на улице сидеть. А, машина такая раритетная. Летом тут на улице тусуются. Каждую субботу тут живой оркестр играет. Запахи тут, конечно, сосисочные. Он у нас еще толком не расцвело. Ну, такая облачная погода. Смотрите, черная туча бабулька. Соседка. Надеюсь, что уже открыли почту и получил. Здесь у нас заброшенное двухэтажное здание. Вот. И недавно здесь такой крупный пожар был. Вот. Что даже на фейсбуке видела фотографии и видео. Кто-то вылаживал. А потом оказалось, что хотели отдать это здание для иммигрантов, для африканцев. И кто-то специально поджег, чтобы сюда их не вселили. Вот так вот я слышала. Представляете? Вот так. Сами итальянцы не хотят иммигрантов. Уже достали они их. О, почта уже открыта. Муж пошел получать. Посмотрим. Там ему посылка какая-то должна прийти. О, там на третьем этаже еще горит звезда. Звездистая. У нас утро прохладненько. Только плюс два. Вроде бы как. Ну, такая сырость чувствуется. Прям такой холод. Ладно. Все. Поехали мы делать пезу. Сейчас выйдет пуш. Все. Мы уже в трех супермаркетах были. Уже выходим с нашего торгового центра. Где тут? А, вот он. Такой снеговичек на лыжах. Еще у нас украшено по-рождественски, по-новогоднему. Опять эта дверь. Тоскливая. Выходим. Так, ну что. А вот и я. У нас уже вечер, шестой час. А я тут вся в готовке. Волосы никакие, лицо никакое. Я вся уже уставшая, такая, спотевшая. Вы уже все салаты сделали? Нарезали все? Все салаты? Я еще нет, короче. Я только отварила в овощи. Смотрите, вот у меня тут что творится. Плиту я еще не помыла, потому что я на завтра оставляю плиту помыть. Но я кухню помыла. Вот тут все шкафчики. Все это помыла. Отварила овощи. Здесь картошка и морковка. Здесь яйца, здесь креветочки. Вот. А я что сделаю? Тут у меня укропчик. Я его помыла. И, короче, на завтра будет свежий укропчик. И я здесь буду делать тещим язык. Вот такая вот острая закуска. Из баклажанов. Баклажаны я уже пожарила. Сейчас остынут. Я поставлю холодильник. Завтра уже доделаю. Вот такие вот дела у меня. Все в готовке. Вот. И... Мужу тоже дала задание, чтобы он наверху в туалете тоже, короче, прибрал. Там помыл зеркала, все эти стекла. И, в общем, все такое. Так что сделал, опять сел, упал и отдыхает. А я сейчас здесь пока ничего не буду делать, уже на кухне. А я сейчас сделаю там в зале. Мне надо мыть. Уже начала. Вот. Видите, что творится? Сейчас кричу свет. Наш барчик молю. Все это прочищаю. Вот смотрите. И глянь, короче, все прошло. Сколько было много конфеты, столько мало осталось. Постепляйте. Все едят потихонечку. Тряпочку я завтра поменяю на более чистую. Вот, видите. Бутылки вот эти вот убрала, сразу перетерла. И вот там еще половина бутылок всяких. Вот. А у меня что творите? Как у всех нормальных людей перед Новым годом шампанское на подоконнике. Потому что в холодильнике места нет. Но это еще не все шампанское, честно говоря. Это мы только одно шампанское, как говорится, полусухое, закрытое, и одно открытое уже. Потом вот это фрагболеина Никитина, а это шампанское полусладкое. Оно закрытое. Оно ждет Нового года. У нас еще есть полусухое и еще есть полусладкое. Но мы ждем уже, когда будет у нас... Я в темноте. Когда наступит Новый год. Кстати, у нас завтра такая компания собирается. Нас будет аж 9 человек. Вот так, наконец-то. Хоть первый Новый год, можно сказать, среди народа будет шумно. Я надеюсь, что и весело. Елочка горит. А я вся в заботе. Хорошо, вот, Ваталия, есть вот эти вот влажные тряпочки. Видите? Очень неудобно. Я влажными тряпочками все это протираю, в этой бутылке и там все это пыль. Так что, ладненько, за работу. Так, я всех вас поздравляю с наступающим Новым годом. Приятных вам хлопот при новогодних и хорошего времяпрепровождения завтра, в завтрашнюю новогоднюю ночь. Надела снова шапченку, чтобы не было видно моих волос. Они, конечно, не сильно, как говорится, грязные, но они просто не в порядке. Я уже сегодня вечером помою голову, чтобы завтра быть красившей, прекрасившей в новогоднюю ночь. Так, мы только что поехали, поехали, не, мы еще не поехали, мы завтра будем ехать после того, как начнем пить. Мы только что поели и прикиньте, у меня снова кашель начинался. Мне как стоит после сегодняшнего утра, мы сегодня ездили с утра по этим спезам, как я говорила, погода у нас была очень сырая, такая прохладная и, видать, я наглоталась, когда глотаю холодного воздуха и мне прямо, видать, еще не сильно прошла, прошла моя простуда и мне просто-напросто начинается кашель. Вот, и покашлял, покашлял, и сейчас поели, я сейчас так хорошо выпила горячего молока, согрела себе горячее молоко с медом, прям согрелась, так же так хорошо стал. Вот, сейчас отправлю камеру. Так, ну все, поели, я, в принципе, уже ничего сегодня делать не буду, у меня, в принципе, нечего такого сегодня делать, завтра я с утра начну делать блички. Буду делать итальянские криспели, потому что у нас в гостях будет Катюша со своей семьей, а они там почти все, кроме детей, которые не едят мясо. Я думала, что ж такое на горячее сделать, чтобы не было мяса, и подумала, они же едят сыры, и я решила сделать на горячее вот это сырное блюдо, наше пьемонтовское, северо-итальянское блюдо, традиционное блюдо, сделаю криспели, потому что, благо, и я люблю, и мой муж, и Никита мой любит, вот, и, я не знаю, как Катюша, но ее муж Федерико ест сыры, вот, так что я так думаю, понравится им криспели, может быть, даже они еще никогда не пробовали, я не знаю, как ее муж, может быть, пробовал, но Катюша, наверное, не пробовала это блюдо, попробуй это вот, и, представляете, у меня шубы не будет в этот раз на Новый год, пипец, я сейчас, я елки, прям плакать хочется, как этот Новый год без шубы, блин, потому что я селедку не купила, балда Ивановна, и все, как это самое, ну, просто, в принципе, такой график у нас, такой календарь, вот, именно в конце года был не сильно такой мне удобный, получалось, что каждый вторник у нас выходной день, вот, это самое, праздничный день, прошлый вторник был праздничный день, день после Рождества, и вот, и этот вторник тоже, в общем, короче, и получается так, что я менялась с бабулей, я отдыхала, вот этот вторник, потом в среду работала у бабули, и у меня был только один выходной до пятницы, потому что в пятницу я опять работала, был только один выходной, когда можно было спокойно поехать в город, в наш русский магазин, ну, не русский магазин, но где продается селедка, блин, и купить селедку, блин, эта шапка такая старенькая уже, видите, там, там она, а нет, не здесь, здесь надо, надо это самое, где-то, где-то, где-то сзади, где-то должна включаться эта шапка, девушка, она включилась, я слышу, видите, мигают огонечки, да, старенькая, старенькая, но еще работает, надо, кстати, зашить, а я кнопку так и нашла, где-то тыкнула, не нашла, где-то тыкнула, и вот сама она включилась, вот, что-то еще хотела, ну, прикиньте, у меня сегодня, хорошо, что она правое ухо играет, как говорится, а не влево, потому что у меня правое ухо не слышит, я еле-еле, я еле-еле только слышу эту музыку, так что она мне не мешает, у меня в последнее время снова начались, началась моя проблема, эти блокирования, представляете, потому что я, из-за этих праздников у меня весь график сбился, вот, сбился просто-напросто, и так как в последние дни я как раз принимаю только самую малую дозу, принимаю только полтаблетки, только вечером на ночь, и, видать, мне это все, как говорится, поперев в голову, горло встало, у меня снова начались блокирования, я сегодня вообще никакая, блин, у меня сегодня ночью, я что-то проснулась, пошла там, носик попудрила, и все, и я легла, и у меня началась бессонница, и, короче, я не знаю, я уже и овец считала, и коров считала, и коз считала, и лошадей, кого я только не считала, блин, и мне песни всякие в голове крутились, вот, и какие-то отрывки из кинофильмов тоже, вот, потому что я вчера, кстати, посмотрела «Чародей», не знаю, говорила, я бы не говорила, и посмотрела «Летучую мышь» тоже, вообще давно не видела этот фильм «Летучую мышь», так хочется посмотреть «Собака Баскервиль», я думаю, ну, я не буду смотреть перед Новым годом «Собаку Баскервиль», это всё-таки страшновато немножко, хоть мне очень нравится там этот соломин, вот, ну, короче, и всё, я не могла заснуть, я думала, сегодня днём посплю обязательно, вот с утра мы по трём супермаркетам мотались с мужем, столько накупили всего, самое главное, атрибуты Нового года, это оливье и мандарины, я говорю, мужу, надо обязательно пойти купить, так у нас есть там осталось ещё немножко, там, три штучки, что три штучки, к нам завтра гости придут, надо, чтобы целая корзина была мандаринов, но это не мандарины, это клементины, мандарины, местные именно, которые здесь в Италии, мандарины я не очень люблю, потому что очень много, там семь, семена, и они немножко кисловатые, клементины, а мне нравится, что там редко, когда найдёшь семечко, и они сладковатые, так что вот завтра будет у нас, выложу, где там у нас конфеты, на барном столике, где конфеты, рядом с конфетами выложу ещё и клементины, атрибуты Нового Года, блин, вот, и короче, вот, и днём хотела поспать, отдохнуть, после обеда развесила бельё, поменяла бельё, и короче, это самое, досмотрела этот голос финальный, короче, мне понравилось, что, кто там в финал вышел, этот парень, откуда он, ну, как в кавказской национальности, какой-то парень, ну, молодец, всё равно хороший парень, вот, короче, и всё, после голоса я пошла поспать, вообще сна не в одном глазу, представляете, я ночью, главное, не спала, у меня ночью бессонница была, я с утра намоталась, у меня ещё до обеда начались блокирования, вот этот мозг отключался, и вот, и после обеда думала поспать, и всё равно, и я не могла спать, просто-напросто, я лежала, как дурочка-спирочка, считала, там опять, кого только не считала, всё, у меня ни в одном глазу сна не было, встала, пошла на кухню, давай, варите вот эти овощи, для оливьей, давай там кое-что омыть, и всё такое, короче, не могу, я привыкла, что у нас перед Новым годом, мы все копошимся, да, вот, постоянно все в делах, 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 а здесь вот я с утра ещё ничего не делала, я лежала, лежала, как я лежу, что я лежу, пойду, надо начинать делать всё-таки, готовиться к Новому году, блин, чтобы нормально отметить Новый год, тем более, вот сколько я лет в Италии, уже, по-моему, девятый Новый год здесь в Италии, у меня первый раз будет столько гостей, именно у нас дома, или даже где-то в гостях, потому что постоянно, первые годы мы постоянно только в кругу семьи, потом мне это так достало, я уже такая злая была, мне прямо на Новый год прям плакать хотелось, и я вот нашла Наталку, с Куджуона, вот, подругу, первый Новый год мы у них праздновали, позапрошлый, вот, тоже, как говорится, две семьи, потом прошлый Новый год они у нас праздновали, тоже есть у меня видео из позапрошлого года, из прошлого года, как мы празднуем Новый год, в этот Новый год Наталка уезжает на юг, в Неаполь, на родину ее мужа, праздновать там, слышите, это шум, это у нас посудомоечная машина, как трактор, блин, видать, вода спускается грязная, или что, короче, ну, давай, заканчивай, о, молодец, я услышала машина, вот, и Наталка уезжает, и в этот раз уже Катюша к нам придет в гости, я так подумала, что лучше, конечно, к нам, потому что у Кати все-таки там зал не очень большой, и получается сол в длину, вот, и, как говорится, это самое, много народу, как говорится, меньше кислорода, у нас все-таки зал побольше, но у нас, кстати, за нашим столом обеденным все не поместятся, у нас за нашим обеденным столом, там только на шесть человек, а нас девять, представляете, короче, я решила, я сейчас сделаю этот фильм, загруженный компьютер, и все, и завтра я просто-напросто компьютер уже не буду включать, мне будет некогда, и потом я заберу стол из моего компьютера, не знаю, куда я компьютер дену, все-все, это все, что на столе, вот, надо куда-то все это переложить, куда-то, и спустим стол этот мой компьютерный, сюда вниз доложим, в общем, я нашла сегодня, это самое, скатер, такую длинную-предлинную, чтобы хватило на все столы, в общем, но завтра, короче, я уже увижу, а уже мы, мое кино, уже увидите вновь, завтрашний, как мы будем завтра праздновать Новый год, я буду готовиться, как говорится, к приему гостей, как праздновать Новый год, уже увидите, наверное, 1 января, ну, или кто там, если позже, кто увидит, вот, потому что завтра, я не буду просто-напросто включать компьютер, ну, ладненько, что вам еще рассказать, я не знаю, что вам еще рассказать, пойду я, наверное, отдыхать и загружать этот фильм, все, еще раз вас всех поздравляю, с наступающим Новым годом, вот, все-таки старый год прошел, давайте забудем все, что было плохого в старом году, а надо жить в надежде, что в новом году будет намного лучше, намного удачнее Новый год, и крепче будет здоровье, и будет, как говорится, во всех ваших начинаниях успехи и удачи, как говорится, в общем, не будем думать о плохом, так же, как и я, у меня вот столько всего плохого в этом году было, вот, и просто не хочется вспоминать, я, вот, как у меня некоторые подруги там говорили, если ты бежишь к цели, если ты не можешь бежать к цели, к цели, например, иди, если ты не можешь идти к цели, и ползи, если ты не можешь ползти к цели, лежи и жди свои цели, там пару девчонок написали, да, я лучше буду лежать и, как говорится, и ждать свои цели, я говорю, нет, я лучше пойду к своей цели в надежде добежать до моей цели, так что, и я вам желаю, чтобы вы, как говорится, достигли ваших целей, чтобы у вас в новом году было все хорошо, все, увидимся уже в новом году, мои дорогие, еще раз вас всех с наступающим, чао-чао! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok